Бога, но живущий по законам совести, то есть имея любовь, он может спастись. Спасибо. Да, может спастись. Об этом пишет прямо, посол Пётр говорит. Всякий, делающий правду, приятен ему. Более того, ему было видение, когда с неба спустилось полотно, и на котором были все чистые и нечистые животные. А ему голос с неба – заколи, Пётр, и ешь. Пётр – ревностный иудей. Я ничего нечистого никогда не ел, Господи! Вы слышите? Вот натура. Самому Богу небо отвечает. Никогда не ел ничего, не кошерного. Ему ответ – то, что Бог повелел, всё чисто. Пётр тогда понял, понял. А кажется, речь-то идёт, конечно, не о том, чтобы заколоть и съесть, а больше речь идёт о людях. И пошёл кому? К язычнику-сотнику. Общаться. Всякий, делающий правду, приятен ему. Потому что в конечном счёте, последней инстанцией в каждом человеке инстанцией является совесть. Но избавь Бог, если эта совесть вдруг подскажет ему, что я не такой, как прочие люди, тогда беда. Если ты – я, то конец. Даже кроме совести, то есть кроме поступков, касающихся нравственной жизни, есть великое духовное положение. Гордыня – это смерть духовная. Вот так. И если этого нет в человеке, если он вполне сознаёт, что я стараюсь жить по совести, но я вовсе не лучше других, совсем не лучше я других, но я сочувствую за то всем другим, и не осуждаю их в том, что они делают подчас не так, как мне кажется, тогда да, тогда всякий, делающий правду, приятен ему.